всем приветики и сегодня у нас с вами история про спрайт спрайт наверное все в детстве пили особенно мне кажется он в самом детстве был гораздо вкуснее чем сейчас и сегодня вам расскажу небольшую такую историю из моей жизни вместе с этим напитком когда знаете его вижу магазине и все время ее вспоминают историю если меня кстати осталось уже совсем немножечко я допью час поболтаю с вами буду наслаждаться история такая так история у нас получается такая мне было наверное лет семь может быть 8 ну короче это был где-то конец 90-х годов точно какой именно год был я уже не вспомню и приезжал папа на машине когда он приезжал у него всегда на заднем сиденье лежали вот эти вот бутылки спрайт иногда была большая двухлитровая иногда вот маленькая там полутора литровая и в каждой бутылке было где-то прямо половину бутылки и я помню его ждала сейчас папа приедет на машине папа приедет а у него была красная опель опель да красненькая и получался то есть у нас длинное здание мы жили тогда на пролетарской а кстати про нее снимала видео мы там гуляли по моему прошлой зимой если хотите сходим еще раз напишите мне в комментарии за сниму и там пятиэтажечка такая обыкновенная три подъезда получалось что стоянка находится около одного подъезда а я живу в третьем подъезде самым последним вот я помню как и наискось вот так все время смотрел там папа сейчас припаркуется и я выбегу того папа папа там и сразу побегу к нему это смотреть чем там привел сегодня на заднем сиденье я помню как я очень долго так вот прям смотрел смотрел смотрю красная машина подъехала папа выходит приехал быстро быстро с пятого этажа спускаешься бежишь бежишь обнимаешь папу открываешь дверцу заднюю и там почему-то они знаете всегда лежали на полу они лежали на сиденье не стояли в багажнике там не стояли они именно лежали на полу вот я помню на если схватишь эту огромную бутылку то есть знаете вот маленький ребенок хватает вот такую-то огромную бутылку там где-то вот было даже побольше где-то вот столько от половины я просто вот ее начинала так из горла пить я выпивала ее все абсолютно там если было две допустим бутылки по половине я выпивала две один раз помню прибегаю а у него короче новая бутылка вот такая вот целая я ее открываю на такая шипит я так удивилась там она токсины шипит и выпиваю пью 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 помню и она никак не заканчивается мне уже наверное на тот момент была цель что надо ее закончить скорее скорее там папа года подожди это не пей забери ее домой ладно что-то вроде нет говорю я сейчас ее хочу я чувствую я уже не могу и просто пить но забрала домой вам как-то все время у меня было против этих лимонадов там вроде химия всякая грязь там гадость всякая зачем тебе это там ты-ты-ты но домой забрала дом я по-моему выпил вроде сейчас не помню один раз было я проезжаю прибегаю вернее также открываю сзади дверь а там нет лимонада нету папа где лимонад не успел купить не было в магазине я помню так расстроилась что его нету но прям постоянно им у него весь лимонад вот так вот выпивала вот такая история вот это знаете все вспоминаешь очень классно то что вот то место где я жила в детстве она находится в моем же городе то есть не где-то там за границы там или где-нибудь еще да вот там куда ну куда на допустим не можете ездить или там вообще где-то далеко да она находится здесь вот рядышком неподалеку достаточно от меня и я могу прийти то есть вспомнить свое детство походить по тем местам где мы обычно гуляли с и с детьми какого с друзьями все вспомнить все это в голове остается жалко тогда не было цифровой техники цифровой камеры заснять бы тогда как детьми бегали остается только вот это вот все в памяти лица твоих друзей лица твоих друзей какими они были конечно же сейчас они наверное стали другими мы не общаемся уже потом я переехала где-то конце 90-х там уже так там через какой не помню с каком году мы переехали и все то есть мы перестали дружить и потом уже когда появился контакт контакте я нашла их написала но конечно нет дружбы никакой не получилось уже прошло очень много времени конечно они про меня уже забыли тогда уже по моему прошло более 10 лет даже больше 10 лет мы не смогли общаться то есть это очень сильно обидно я не хотела переезжать наверное мне кажется если бы я не переезжала мы бы так дружили 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 потом 18 лет там появляются какие-то компании да там подростки вместе тусуются вместе также продолжают гулять мне кажется мы наверное дружили здоровались общались бы также вот сейчас бы конечно уже более возраст более взрослом возрасте конечно уже не так но все равно бы хотя бы знали там чего-нибудь друг отружки классного вот вы такие вот времена то есть но предыдущим а я допустим место рождения у меня папа был военный и я родилась был хаше казахстане вот то есть но я очень сильно хочу туда попасть я очень хочу посмотреть все эти места сейчас конечно они стали совершенно другие там я знаю что этот городок заброшенной я находила ютюбе ролики фотографии находила но мне очень хотелось бы конечно туда попасть там своими глазами посмотреть но это за границей я в россии живу это за границей это находится очень далеко конечно я туда не попаду никогда в жизни вот то есть ну это немножечко обидно а здесь вот хотя бы рядышком можно дойти посмотреть то есть вот такая вот у меня история вам рассказала я вот из казахстана мы переехали мне было четыре годика и здесь уже с четырех лет ну честно говоря казахстан помню его помню то есть до четырех лет я там пробыла с родителями с мамой папой я помню это для меня найти немножечко так плачено мне все так вообще прям слезки потекли немножечко так вот больно как-то все это вот вспоминать тема у нас с вами немножко переехал в другую сторону я помню полностью квартиру дом помню 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 частично площадку помню озеро балхаш было прям близко к нашему дому помню пляж помню что там были волны то есть как море она была помню даже синего цвета помню зиму как папа меня вез на санках вот по помню что зимой было яркое солнце а голубое небо солнце и снег и снег этот блестел вот и папа меня вез там на рыбалку он сомиков ловила мама разделывала а я так сомиков люблю сейчас тогда не знаю там давали мне давали раз четыре года то было квартиру полностью помню до подъезд частично я помню там было очень много комаров там была сырость но мама рассказывала да говорит там очень было комаров много я помню что там был какой стоял огромный такой кран красного цвета темно-красного эти комары просто вот так вот облепили вот этот момент помню мы жили на первом этаже вот ну как то вот так вот какие то вот местами я помню что-то помню что ты это это интересно сколько мы с вами мы с вами вообще всего девять минут болтаю я вам уже почти рассказала две своих историй свою историю одну из жизни вот ну конечно там любом год летом там было вообще плюс 40 я люблю жару я вообще жару этом году кстати у нас в городе в россии в самаре было тоже плюс 40 это было вообще офигенно это знаете на улице выходишь и там тепло там офигенно на солнце стоишь знаешь мне так знаете вот когда на солнце выходишь как змея холодная и вот так вот греешься и кайфуешь знаете у меня летом все время хочется куда-нибудь на лужайку так вот на какой-нибудь гамак там я не знаю прилечь и поспать под пение птиц как они там поют на даче я помню так делала до рождения димы что летом или с димой уже адам дима был маленький у меня малыш был маленький его на обед укладывали спать и я в обед вытаскивала одеялку клала ее в саду там половина на солнышко половина в теньки и ложилась спать это было фиг спеши там птицы поют ветерок дует и так офигенно круто классно классно вообще прям очень люблю природу вот такая у нас с вами был даже две истории всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии напишите внизу понравилась вам история или нет рассказать вам об алхаше что-нибудь еще или нет и какую еще следующую историю рассказать и всем пока пока